I have ways of blowing things up. Я просто не помню эту заставку, она была уже... Если это там, где появляется помощник? А, это я собирался... этого, полковника искателя... Похищение, убийство, шантаж... В поздние годы служил, после расформирования Шарпутского, по своей договоренности окружной, холост, детей нет, не владеет недвижимостью, точно лица жительства не установлена. Видите, да-да-да-да-да, в прошлый раз оно у нас начало вот так вот мурыжить, и мы не смогли дочитать, я как раз по этому поводу немножечко возмущался. Теперь... Да, это горячий шоколад, забей, это уже было. В этот раз я пролистал, и кто хочет, может, на паузе... О, Перси. Кто хочет, может, на паузе прочитать всё, что там было написано, я потом запишу серию, тоже прочитаю. Так. Нистер Нэш, вышел из отпуска, отдохнул отлично, только по возвращению меня сразу прибило неприятную новостью. Могилу моего брата во Фрибурге оскернили какие-то подонки. Родители позвонили, плачут, не понимают. Нет, он погиб на службе, спасая людей, все его любили, хочу поехать успокоить стариков. Хорошо, у меня есть просьба, Раш, ты... Да, давай. Едь. Ну, красава не пришёл, как обычно. Дольче не пришёл, красавчик. Климзи. Климзи ещё жив на этот момент, я не помню. В прошлый раз мы нашли его там труп где-то, я выздоровел, готов к бою. Он с нами, выздоровел, готов к бою. Двое остались дома. Я перебрал с выпивкой, я иду, или смогу продолжить. Ещё один перебрал с выпивкой. Теперь и у меня есть последнее искушение. Да, это книжка, которую они... Смотрите, как мы Мурадяна, кстати, прокачали. У чувака было 10 поинтов, сейчас уже 135. Он, я хотел сказать, побрился. Нет, он не побрился, но он наделся, он надел шляпу. Но он стал серьёзным человеком, почти. Его ведь мы... Да-да-да-да-да-да, полтора года мучились с ума сойти, да? Вы меня понимаете, да? Нет, не понимаю, идёшь на работу. Идёшь на работу и пашешь книжку, можно почитать и дома, если что. Даже если же на то пошло, книжку можно и на работе почитать. Да, тебя будут немножечко дёргать и отвлекать, но, блин, если ты можешь на работе читать книгу, значит, у тебя уже не такая плохая работа. Давай согласимся с этим. Разбирайте сами. Итак, двое не пришли, двое вернулись из клиники. Один поехал во Фриборг. У нас, кстати, нормально по количеству людей. Сначала сюда, по времени. Так, трейлерный парк. На мужчину, который сбывает элитный алкоголь. Да-да-да, это я помню. Короче, да, значит, получается, следующий день у нас будет финальным. Сейчас посмотрим. Сбывает алкоголь. 670. 600, Карл, 70. Давайте я... Кого туда можно отправить? Джексон у нас, кстати. Нет, давай вот этого. Да, нам как раз хватит. Валентину туда отправим. Так. Слышал, что у вас есть товар, который, скажем так, не выкладывается на привалы к кладбищу. Ага, я готов не только регулярно покупать у вас такие вещи, но и открывать вам доступ к моему собственному ассортименту. Правда, для начала хочу понять, можно им доверять. Дело в том, что пара недель насадка, мне в руки попался солидная партия кокаина. Нужно было припрятать так-так-так. Вперед, ребят. Отправляем вас копать. Вы как самые профессионалы. Надо Спрингера подтаскивать, потому что... Раньше у нас Мурадян был самым лошарой, но... Вот эта женщина утверждает, что ей выделили неправильное лекарство. А теперь скандалит с фармацевтом. Очевидно, говорит, что зашла в сторону прилавка. Помню, было это, я не помню, что с этим делать. Давай... Я не знаю. Давайте Перта туда отправим. Это он немножечко оверкилл, но надеюсь, он справится. Так, женщина в меховом платке разбила витрину пироговой кирпичами. Это я помню, ее надо будет отогнать. Давай вот так. Езжайте, ребят. Так, ящики бутылок с криво наклеенными этикетками стоят возле трейлера. На один из ящиков лежит бейсбольный бит. Высокий мужчина в очках внимательно перечитывает деньги рядом. Переминается очередной... Так, бита. Бита, бита. Бита у нас должна насторожить, да? Поговорить с нетрезвым клиентом. Нетрезвый клиент не мог сказать ничего связанного, иритировался. Владелец трейлера схватил бейсбольную биту и крикнул копу. Вы что творите? Вы зачем мне людей распугиваете? У меня здесь закон... Так, про какие проверить бумаги? Перцовый баллончик. Давай. Вообще... Какие бумаги, блин? Никаких разрешений у меня, конечно, не было. Он хотел показать копию судебного решения о лишении родительских прав. Баллончик, блин, использовали на такого урода. Ну ладно, хрен с ним. На тебе интеллекта немножечко. Часовой. Ну вот тебе и часовой. Так. Эти ребята возвращаются. Супер. Держимся, держимся, держим строй. Нельзя... Нельзя проигрывать. В этот раз мы гарантированно дойдем дальше, чем в прошлом. Но все же. Офигеть. Ну, здесь какое-то неполное кладбище перерыли. Разрешили кучу покойников. И провонялись и книли насквозь. Думали уже, что нихрена найдем. Но тут одной из могил приполз бродячий пёс. И за пару минут раскопал тайник в участок. Мы сегодня вернемся. Поедем домой отмываться от вони. Я, в принципе, на это и рассчитывал. Поэтому отправил вас, не самых профессиональных копов. Одного из них с выпивкой, кстати. Это я не заметил. Он уже мог разбиться по пути, блин. Идите домой. Невелика потеря. Хорошо. Рафаганим. Так, отлично. Мне деньги нужны. Мне нужно еще 6 штук где-то достать. Посмотрим. Та-та-та-та-та. Расспросить женщину о ее болезни. Женщина охоты рассказала о копах о своем диагнозе и согласилась про их участие для дополнительного обследования. Красавчик просто. Таблеточки нам сюда. Хорошо. Съела малюсенький кусочек пирога. Так. Включить сирену. Так. Звук пальцев сирен. Выстрелить женщину из тазера. Подкрасться. Наброситься. Наброситься. Пекарю кирпичом. Кирпичом. У меня есть тазер. У меня есть флешка. У меня есть перцовый баллончик. Ну, блин. Это не тазер, а электрошокер. Хорошо. Ее можно было... Вообще идеально было бы ее вырубить тазером. Ну, блин. Наброситься. Кто на нее набрасываться-то будет? Давай ты. Отмахнулась от копа. Офигенно. Что? Что, блин? Это как вообще? То есть старуха с кирпичом ушатала копа, у которого было оружие перцовое. Кирпичной баллончик, электрошокер, пистолет. Просто потому, что у меня не было варианта с тазером. Игра. Организовать церемонию. На тебе. Какого мне уже? Третьего копа убивают. Причем Бельмон от этой старой гвардии. Не то, чтобы это мой любимый коп был. Ну, блин. Он достаточно натренированный. Ну, в смысле достаточно натренированный? Если его старуха кирпичом ушатала. Игра иди нафиг. На верхних трибунах стадиона заметили мужчину со снайперской винтовкой. В руках мне на работу надо бежать. Да, там нету мужчины со снайперской винтовкой. Блин. Натис, ездите. Там нет никого. Это я помню. Насколько я понимаю, игра все-таки ничего не меняет. Она повторяется. И... Как? Блин. Я помню, что в прошлый раз вот эту штуку с чивихой, которая зашла и начала орать с пирогами, я разрулил. Вообще за ней фиг делать. Там легко было. Ты распутишь сначала толпу, потом арестовываешь бабку эту. Бабка с кирпичом убила копа. Это уже второй раз вот так вот такая глупость случается. То с серпом бабки набрасываются, то с кирпичами, блин. Бабки наносят ответный удар. Что за... Два подростка запрыгнули в кабину мусоровоза. Блин, я помню эту фигню. Там у нас будет три плохих выбора. Или стрелять по колесам мусоровоза, или ждать пока у мусоровоза, который заправился, закончится бензин, или попытаться преградить ему путь. И там ни одного хорошего варианта не будет вообще сейчас. Езжайте, дети мои. И главное... Ну, блин, они сейчас могут в аварию попасть. Надо будет выбрать какой-то другой вариант. Ну, из трех тупых вариантов, получается, осталось два. В прошлый раз я попробовал тупой вариант, и он не сработал, понимаете? Так. Испуганная девушка сообщила, что ей угрожает убийство. И спросила у парня, чем он занимается. Он возговорил, что если расскажет, то ему придется меня убить. А потом так на меня посмотрел, что сердце... Ясно, чувак неудачно флиртует. Это вроде... Я помню. Давай. Теснить мусоровоз к обочине, что я в прошлый раз попытался сделать. Это была очень фиговая идея. Выстрелить в колесо мусоровоза, что тоже, на мой взгляд, вообще отвратительнейшая идея. Потому что по двум причинам. Во-первых, те, кто хоть немножечко понимает, как устроено колесо автомобиля, и как работает 9-мм пистолет, ну или, в принципе, пистолет с круглой пулей, а не с автоматической, те, в принципе, понимают, что это очень дурная идея, от этого ничего не получится. Лучше, что с этого будет, что пуля отрикошетит и в никуда улетит. А если она отрикошетит неудачно? Ну, короче, вы меня понимаете. Теперь, преследовать мусоровоз, пока у него не закончится бензин. Он только что с заправки выехал. Поймите, пожалуйста, весь абсурд ситуации. Грузовик, который заправился только что, там сколько в него влазит? 400 литров бензо, ну соляры. Только что выезжает с заправки, ехать за ним, пока у него закончится бензин. Но он, у нас бензин закончится раньше. По крайней мере, их не пострадает. Давайте стрелять. Это оказалось правильным решением. Подростки потеряли управление над мусоровозом, врезались в столб. Одному из них руль машины раздавил горло, а другой вылетел на дорогу через лобовое стекло и истек кровью. Я так понимаю... Минуточку. Причем у нас все равно я чуть-чуть пьяный на задании был, красавчик. Пьяный за рулем против подростков за рулем. Я так понимаю, что игра нас подталкивает к тому, что самые неоправданные и кровавые решения самые правильные. Почему у нас тогда не было возможности выстрелить в бабку с кирпичом? Или убить ее ножом? Или выстрелить в нее ножом? Или... Ну, короче, вы понимаете. Ладно. Это максимально тупая развязка, но... Черт с вами. Суп, давайте сюда. Гретьи. Бабы, давайте сюда. На тебе, наверное, переговоры. Что, два... А, далее можно. Я думаю, дважды можно качнуть чувака. Мы так Мустарда потеряли абсолютно тупым образом. Мы так Бельмонта потеряли. Так, эти, естественно, ничего не было. Чувак с палкой на трибуне. Вот. По сути, из трех убитых копов только одного я потерял. Честно, это которого подстрелили на задании. И мне буквально одного хода не хватило, чтобы завершить задание, чтобы спасти его. Так. Покушение на убийство. Вооруженный. Так, так, так. Подождите. Мне нужно до... Так. Покушения на убийство явно не было. Мне нужно пойти сюда, но мне нужно, чтобы вернулись классные чуваки. Санитар Моргер считает, что в здании проник кто-то посторонний. Сначала был грохот, словом, покойник упал. У этих байков прелестных духов. Триста пятьдесят. Черт. На, поедешь один, разберешься. Что вы тут хотите? Нистер Неша наверняка слышали о моих совершенно... Тоже Морг, кстати. В совершениях на поприще Химии. Недавно я разработал сыворотку Прады, которая обязательно будет стандартным инструментом в допросе подозреваемых в ближайшем будущем. Если вы хотите получить доступ к ней раньше всех, остальных, как и другим инструментом допроса, которые у меня есть. Мне, кстати, нужно эту сперва окажите мне большую услугу. У вас на складе не хватает нужных вещей. Вы верили, что хотите отправить? Нет, не хочу. Все, тогда... Ну, хорошо, что меня об этом предупредили. Сейчас вернутся Пэрот и Флетчер. Все, поехали сюда. Смотритель кладбища. Так, пришли вооруженные люди, начали раскапывать свежую могилу Генри Клаймбинга, который смотритель пытался вмешать... Когда смотритель... А, ему в плечо выстрелили, да, судя по всему, звонок оборвался. Так, хорошо, ребят, поехали. Пьяного с собой не берем, наверное. Набираем всех самых крутых и этого. И будем проходить, наверное, как в прошлый раз до последнего. Отправить. В этот раз вроде ж можно шуметь. Законное проникновение. У каталки для трупов заржавели ножки. Блин, я забыл про это. Можно туда было никого не отправлять. Ну ладно, я туда одного человека вроде отправлял. Бракти, да. Уже час ночи. Уже, по идее, ничего не должно случиться. Сейчас мы раскатаем это... Так, продолжаем. Алан Спун. Я делал с ним кинодгробий. И в кадр попало кое-что необычное. Обменять кожаные ботинки. Я лучший фотограф в Шарпуде. Я даже макшот могу сделать так, чтобы вы захотите повезти его у себя. Я на клубе сейчас снимаю для своего ночного проекта небо, цвет, земли. Думаю, этот раз меня точно позовут в новую галерею. Так, за хорошим кадром я готов лезть хоть в снег, хоть в грязь, хоть в болото пощиколотку. Не хочу желаться. Но бывает так, что могу весь день провести в мокрых ботинках, снимая какую-то живописную корягу. А потом неделю носом хлюпать. Нормальную обувь всегда найти сложно. Так что если раздобудешь мне несколько пар надежных... Подожди, этот хочет ботинки за хороший снимок. Ральф. Алкоголик. У нас нет. Тогда я даже читать не буду. Марихуану? Повел колесо и вылетел с дороги. Он уезжал по делам. Не-не-не-не-не. Я, скорее всего, имея, наверное, одну подсказку и трех, мне все равно придется переигрывать. Так что я, наверное, зажму ботинки. Я побуду жлобом. Посмотрим. Сейчас будем все на личном опыте тестировать. Все равно меня, скорее всего, спросят, захочу ли я переиграть. Так, тут мы делаем хамелеона. Это же у нас, чтобы лучше прятаться. Шанс увернуться от выстрела. Да, хочу. Начинаю дальше видеть. Да, хочу. И первый выстрел будет бесшумный. Он только один раз за миссию. На самом деле, это хорошая штука. Или же... Тут вроде ни мин, ни ловушек, ничего такого не будет. Так. Первый выстрел будет бесшумным. Давайте попробуем эту фишку. Раз. Связаться с преступниками по рации. И отложить взрыв бомбы на несколько ходов. Работает один раз за миссию. Полицейский тратит свой ход целиком. Связаться по рации. Фигасе. Флетчер. Ты так умеешь. Очередь из пистолета не особо. Удары дубинка глушают преступника намного сильнее. Громко выбивает дверь или окно. Допрашивает арестованного. До поднятия тревоги полицейский может взять преступника на мушку и обездвижить его на один ход. Давай вот так, вот так и вот так. Я еще не знаю, что ему поставить, потому что он немножечко бесполезен. В этом смысле тебе харька. Дальше видеть, тихо открывать. И... Давай не двигаться тоже. Тебе хамелеона видеть. Так, так. Ну вот. Вот это оптимально, по-моему. Кто у нас? Значит, Rosencrantz. Parrot. Давай все четыре. Тут вообще пофиг. Ну, что поделать. Что это значит? Удары дубинкой оглушают. Понятно. У нее дубинки нету. Это бесполезный перк. И тебе даже все четыре. Ладно. Это одно действие. Может скрытно перемещаться под носом противника. Весь оставшийся ход. Под носом противника. Плюс хамелеон. Плюс дальше видит. Плюс может стелсить. Короче, у нас чел Микки может делать всякие финты ушами. Parrot и Rosencrantz могут один раз стрельнуть. И им за это ничего не будет. Parrot и Rosencrantz. Хорошо. Поехали. Пробуем. Пробуем. Только для настоящих про. Когда говорим про-пу-ем. Алкаша мы вроде с собой сегодня не взяли. И на том спасибо. Можно мне? Так. Этот может громко взламывать. Громко, громко, громко. Да, наверное, в ту сторону. Так. Ты у нас, дружище. Это все низкие укрытия, да? Вот тут высокое укрытие. Пробуем. Давай. Давай. Второй. Третий. Я в не очень хорошей позиции оказался. Ты у нас... Перл, ты у нас можешь один раз выстрелить. Хорошо. Давай сюда. Погоди, этот же визуал у нас уже был. Или я что-то не понимаю в этой жизни. Так мы видим комнату. Хорошо. И тут полная могила. Давай. Потихонечку перемещаемся. По идее, вот в таком вот... В такой формации они нас не видят. Там в сарае может быть еще кто-то. И мы этого типа не увидим и не узнаем. А, четвертый. Давай, что, подходим потихонечку. Нового никого не обнаружили? Вроде никого. Нет. Такого счастья нам не надо. Так, ты у нас дубинка, флешка, хорек. Я не уверен, что с ним делать. Нам нужно вот этого чувака убрать. Он прям мешает. Но как его убрать? Да. Не двигайся. Не поднимай тревоги. Полицейский может взять эту птицу кремушку и обязательствовать его на один ход. Тут настолько частичное укрытие. Хочу ли я так подставляться? Наверное, не хочу. Давай... Вот сюда вот его пока что. Так, ты у нас... Ты у нас можешь один раз тихонечко выстрелить, да? Хочу ли я это сделать? Минуточку. Первый выстрел до попадания или, в принципе, первый выстрел? Давайте будем последовательны. Если его там заметят, это будет конец просто. Тут их три! Супер. Тут частичное укрытие. Давай перебегаем в полное укрытие. Мне пока расклад не нравится. Все в открытую. Ладно. Они ушли. Они ушли. Вот этого мы сейчас быстренько принимаем. Какой тазер? Вы что? Вали его ножа. Хорошо, что тут... Нету вот этой штуки с... Так, быстро. Давайте сюда, наверное, переместимся. Тут частичное... Давайте в полное укрытие потратим на это два хода. Там была ловушка. Серьезно. Это... Блин, он сдохнет через... 8 ходов. Это некрасиво. Ладно, туда, значит, идти вообще не надо. Если мы будем переигрывать... Если мы не... Типа, через 8 ходов... Нету, то туда нам вообще идти не надо. Тут полное укрытие или нет, интересно? Ну-ка. Супер. Он его не заметил, что ли, при всем при этом? Так, ты у нас... Ты у нас тихо стрелять не можешь. Хорошо. Ты можешь просто, типа, стрелять. Я не знаю, насколько это хорошая идея. Он его увидел! Он его увидел! Убил на месте. А, внутри еще один чувак был. Перезапустить. Все. Да-да-да. Все в такой же конфигурации, только через туда не идем. Тут у нас куча людей. Хорошо. В принципе, на самом деле, все достаточно легко и понятно. Пока что. Пока что, пока что. Посмотрим. В ту сторону вообще не продвигаемся пока что. Только вокруг. Так, у нас тут три. Тут частичное укрытие. Ну, давай. Ты что сделал? У меня тупо мышка соскользнула. Я не хотел туда идти. Ну, давай этого сюда. Пока просто подкрадываемся. Пока у нас выбора нету, просто подкрадываемся. Я все-таки хочу одним человеком зайти в дом. Посмотрим, что у нас там. Меня вот та вторая комната интересует. Типа те, у кого есть хамелеон, они могут лучше прятаться за низкими укрытиями. Для них это полное укрытие, да? Я так понимаю. Там внутри есть один. Надо это не забывать. Идем максимально пока что по стелсу. Я могу его тазером ушутать. Хочу ли я это сделать? Отлично. Минус один. Разнокран свой первый выстрел потратил. Куда ты можешь пойти, дружище? Ну, кроме того, что нафиг. Нам бы... Давай, наверное, в эту сторону, что ли. Будем обходить их с этой стороны. Попробуем, по крайней мере. Мне все еще страшно, что там в доме внутри находится. Да, там есть человек. И он нас не заметил. Хорошо. Удачно. Удачно. Продвигаемся. Нет, подождите. У кого осталось? Не заметил, красавчик. Там тебе и хана. У кого у нас осталось? У Паррота. У Паррота у нас еще один тихий выстрел остался. Пробуем. Потрачу, да. Четыре хода мне это даст. Нормально. Да, внутри есть один. Не забываем об этом. Это незабываемо. А как нам так подкрасться, чтобы... Давай я подойду к нему и на следующий ход арестую его. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тоже подходим. Нам нужно потом будет дальше от этого сарайчика отыгрывать. Убей его нахрен. Вот так. Укол ножом просто. Перепарковываемся сюда. Чтобы у меня из окна был наблюдательный пункт. Там, дальше, потом. Так. Мне кажется, что тут сзади вот тут вот тоже может быть капкан какой-нибудь или какая-то фигня. Давай вот этот наблюдательный пункт займем тут с угла, если кто-то будет подходить. Я уверен, что мы его заметим. У нас минус три. Пока что. Из преступников. Я ж говорил! Я говорил! О, я рискую! О-о-о! Но он там в безопасности, кстати. У тебя... Что у тебя есть, дружище? У тебя дубинка и это... Такое. В полуукрытие. Ну-ка, подойди сюда, Светани. Кто у нас там есть? Никого? А где все? Мне не нравится, что это все полуукрытие для него. Давай попробуем сюда отойти и попробуем отсюда посмотреть на всю картину целиком. Что у тебя есть? У тебя есть... Мне нужен парот. Тогда я его сюда подтащу. Сейчас мы с Джейкобом походим. Следующий, по идее, будет парот. А! Собственно. Чего я? Туплю. Убиваем чувака. И переползаем сюда. Так. Ты у нас МакПаррот. Отлично. Неплохие шансы попасть. Рогер. Минус. Минус четвертый. Идем сюда, подходим к окошку. А, да? Утаскиваем. Просто утаскиваем. Так, у нас там будет человек. Давай. Пытаемся вот так вот сделать. Черт! Ну, у меня было такое ощущение, что там будет какой-то капкан или какая-то гадость будет. Ну, по крайней мере, мы их тут видим. Хорошо. У меня мало ходов осталось. У меня осталось мало ходов. Это меня не устраивает. Так, убиваем его нахрен. Даже не знаю, что с тобой делать. Давай вот так. Хорошо. Хорошо. Сколько он ходов будет перезаряжаться, интересно. Ладно, убиваем его. Четыре хода. Четыре хода. Пытаемся все-таки обойти с той стороны. Я надеюсь, там не будет второго капкана, но это было бы максимально тупо. Родер. До свидания. Пытаемся свалить отсюда. Но он ничего не может сделать, да? Он может флешечку кинуть и все. Получается, это конец хода. Это печально. Прицелец перед тем, как нажать. А почему я не могу... Ему что, типа, руку прострелили? Из-за этого он не может выстрелить? Гаси этого чувака. И ты их там не видишь, ты хочешь сказать? Не попал. Отлично. Так, ну и он ничего не может сделать. Трое. Этот залез сюда. Промазал. Отлично. Красавчик. Промазал. Тоже хорошо. Пока что, пока что. Мне везет. Посмотрим, как оно все будет. С ними сделать пока ничего не могу, да? Я могу свалить отсюда и спрятаться. Чтобы меня не добили. Ну, ему, типа, в руку попали. За это он не может стрелять. Как ты промазал в этой ситуации? Объясни мне, пожалуйста. Что у меня там до снайпера? Еще два хода. Вот этот мне кого-то сейчас подстрелит. Это прям печально. Как ты дважды промазал из такого положения-то? Офигенно. Офигенно. У нас остался один чувак, который вот здесь. Который мне сейчас будет стрелять. Мне ее сюда, что ли, надо отнести? Чтобы сдыхаться от этой коробки. Так. Не достает! Не достает, блин! Собака! А как? Завершаем ход. Мы сейчас или... Или он его сейчас застрелит на месте, или... Так, этот скончался. Вот этот вот. Убил на месте? Я не уверен, хочу ли я это переигрывать. Типа, да, я потерял копа. КВ, кстати, потерял. Флетчера. Флетчер... Не самый нужный сотрудник был, если что. Ты можешь его попробовать? Блин, чел, ну надо попасть. Не попал, конечно. И подставился на открытом положении. Ты можешь чертову коробку положить, пожалуйста? Оно, оно засчиталось, не засчиталось, непонятно. Ну, конечно, он сейчас... У него руки развязаны, он сейчас может делать все, что хочет. Он сейчас еще раз стрелять будет. Промазал. Походил и промазал, отлично. Короче, он нам убил Флетчера. Снайпера у меня все еще нет. Если это не последний чувак... В смысле ты промазал? Нет, 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 стой, 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 стой. Почему нет... Почему нет опции остановиться нафиг? Ладно, на самом деле я... Ну, это меня вполне устраивает. Смерть копа. У меня два копа за смену погибло, да. Но выжил Розенкранц, выжил Челомики. Арестаун 4, убит H6. На самом деле, всех их подстрелил. Я не буду переигрывать. 430, блин. Да, но я не знаю, я не хочу. Не выглядит как что-то... Так, коп наш электрический генератор. Посмотрим. Давайте так, давайте так. Я в любом случае уже переиграть не могу, я уже согласился. Так что... Будем исходить из этого. Скрытность, на тебе. Вот этого не хватало, реально. Тебе скрытность. Стрельбы бы вам всем. Подкинуть. Тебе скрытности. Вообще, самое бесполезное. Я понимаю, что я ее такой сделал, самое бесполезное. Но все же. Тебе скорости немножечко. Ну что ж. Минус 2 человека за смену. Ранение. Похороны. На тебе 100 баксов. Нормально. Мне заплатили за то, что я на кладбище? А, мне не заплатили за то, что на кладбище катался, мне просто предоставят услуги. Ладно, хорошо. Двое в больнице, двое мертвые. Давайте так, что если я по язычкам выхожу в плюс, то в принципе меня это устраивает. Тридцать семь. А, один погибший коп. Он только не считается, если он там погиб. Считается только, если он погиб. Тридцать один. Я сейчас снова выкуплю. Восемнадцать. Двадцать два. Сальников. Уставший просто в усмерть. У нас есть накипь. Есть френч. На самом деле... Я не знаю, что на самом деле. Я могу взять френча. У нас сальников самый дорогой. Потому что он с дубинкой идет. Сразу. Со своей. Но посмотрите, как он одет. У него типа нет ко мне уважения. Это я научился различать. Во-первых, он непрофессионален. Во-вторых, у него нет ко мне уважения. А в-третьих, он уставшим сейчас еще будет отлеживаться несколько дней. Что я могу взять? Я могу взять френча или накипь. Честно говоря, в этой ситуации, наверное, накипь смотрится посолидней. У меня остается еще на две вещи. Ну, давайте. Вот это и вот это. Супер. В принципе, меня такое вполне устраивает. Алиев. Давай на работу. Аронович. Джейкоб Перрот. Может пусть отдыхает, кстати. Музыка. Курасава, может, придет наконец-то на работу по-человечески. Эти отдыхают от дерьма. Валентин. Перси. Бухарик. 12 копов на смену. Поехали. Завершаем день. Чекпоинт. Хорошо, ребятушки. Тогда на этом давайте серию заканчиваем. Следующий начнется ровно же с этого же момента. Потому что, скорее всего, буду записывать ее прямо сейчас. Но вы этого не слышали. Все. Давайте на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-побра. Всем молодышек. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok